Еще раз приветствую. Я бы хотел поделиться сегодня простым словом, которое я назвал простыми словами из Писания. «Утешайся Господом». Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Прежде чем я коснусь подробнее этого стиха, его разбора, применения, я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые факты, связанные с этим стихом. Во-первых, этот стих находится в Ветхом Завете. Во-вторых, он не сам по себе дан, а он является частью определенного текста. Есть то, что выше, есть то, что ниже. И, в-третьих, он является частью не просто текста, он является частью псалма, музыкально-поэтического произведения, которое находится в Ветхозаветной книге «Псалтирь». Почему я на это обращаю внимание? Потому что, когда мы касаемся какого-то текста из Ветхого Завета, из поэтической книги, мы должны быть осторожны с тем, как мы его понимаем, толкуем и как мы его применяем. Ведь, несмотря на то, что Ветхий Завет, несомненно, является богодухновенным, далеко не все в Ветхом Завете предписано нам буквально исполнять. Не каждое обетование, данное в Ветхом Завете, применимо, как минимум, в своем буквальном значении, к христианам. И порой, может быть, дети Божьи могут испытывать ненужные разочарования, когда они, неправильно что-то поняв, начинают применять к себе то, что Бог не намеревался, чтобы они к себе применяли. А потом чего-то не происходит ожидаемого, и люди рискуют испытывать разочарование, думая, что Бог не сделал то, что должен был бы сделать. А Он-то и не должен был бы этого сделать. Мы просто этого могли ожидать, что-то неправильно поняв. В Ветхом Завете есть масса ритуальных, обрядовых законов, которые к нам сейчас буквально не относятся. В Ветхом Завете есть обетования, относящиеся в своем прямом смысле к израильскому народу. В Ветхом Завете есть заповеди, которые сейчас либо от нас не требуются, либо требуются на другом уровне. Например, Иисус говорил, вы слышали? Око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злому. И мы в Нагорной проповеди Иисуса не раз можем видеть определенные различия. Но что касается того стиха, который я прочитал, то даже если его взять отдельно, изолированно, то, во-первых, он уже сам по себе содержит законченную мысль. И если на него в простоте посмотреть, просто через призму новозаветнего учения, новозаветнего духа, то уже можно извлечь благословение и, в принципе, ничего серьезно не исказить. Итак, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Я коснусь сначала этого стиха отдельно, а потом все-таки коснусь и некоторого контекста, потому что это может обогатить. В этом стихе мы можем увидеть, во-первых, ободрение, а во-вторых, обетование, в-третьих, вывести из него некоторое объяснение, кое-чего, что может происходить или не происходить в нашей жизни. Итак, «Утешайся Господом». Здесь есть ободрение. Ободрение в том, что у нас есть источник утешения. Все мы раньше или позже можем нуждаться в утешении. В нашей жизни могут происходить события, неприятные для нас. Могут происходить неожиданные для нас события, постигать скорби, страдания либо нас, либо близких к нам людей. И мы нуждаемся в утешении. И добрая весть заключается в том, что для нас всегда есть источник утешения. Им является сам Господь. А вот у людей мира сего ситуация другая. Я вспоминаю, читал одну историю про то, как умирал один атеист. Он был при смерти, и рядом с ним находился его знакомый или друг, который пытался его поддержать, и говорил ему такое стандартное слово «держись». А этот атеист говорил, если бы я знал, за что держаться, я бы держался. Но мне не за что держаться. Не за что держаться. Я знаю некоторых братьев лично, которые до того, как уверовали во Христа, родились свыше, пытались покончить с собой. И это не было цирком, это не была игра на публику. Они реально хотели уйти из жизни. Были какие-то обстоятельства, что-то происходило такое, что они уже ничего лучшего не находили, кроме как просто покончить с собой. Но Бог их чудесным образом сохранил, не допустил, чтобы они умерли. А потом, спустя время, призвал на путь спасения. Люди мира сего, не за что держаться. И в самой тяжелейшей ситуации может не быть источника утешения. А вот у верующих людей он есть. И он не просто рядом, а по большому счету он в нас самих. Ведь если мы в мире с Богом, то Бог в наших сердцах. Утешайся Господом. Утешаться Господом можно различным способом. Утешаться Господом – это утешаться Его Словом. Когда-то псалмопевец говорил «Откровения Твои, утешение Мое, советники Мои». Утешаться можно, изливая пред Ним сердце свое в молитве. Утешаться можно, назидая себя духовными псалмами. Утешаться можно, отдавая свою жизнь Ему, посвящая свою жизнь Ему, служая Ему, живя для Него, идя за Иисусом Христом. Утешаться тем, что имена наши записаны на небесах. Что нас ожидает вечная жизнь. Что когда земная эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Все скорби пройдут. И нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Утешайся Господом. Сделай Господа источником своего утешения. Дальше в этом стихе есть обетование. И Он исполнит желание сердца твоего. Это обетование. Если человек делает Господа источником своего утешения, если человек ищет утешение в Господе, то Господу приятно исполнить желание этого человека. Конечно же, эту истину не стоит абсолютизировать и думать, что абсолютно любые желания. Конечно же, нет. Как разумные родители, они не исполняют любого желания своих детей. Порой то, что дети хотят, им может быть только во вред. И порой родителям нужно даже пресечь, чтобы ребенок не исполнил какого-то сам своего желания. Но вместе с тем разумные и любящие родители с удовольствием и многие желания своих детей выполняют. Отец Небесный тоже может многие желания наши исполнить, если они не противоречат Его Слову, если они не противоречат Его планам, Его воле для нашей жизни. Порой наши желания сами по себе могут быть нейтральны. Они не несут в себе вреда, и Отец Небесный не против их исполнить. Но есть и условия. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Этот стих предлагает нам пищу для размышлений и кое-что объясняет, почему в нашей жизни порой наше желание Бог не исполняет. Мы молимся, мы просим, мы взываем, мы стянаем, но почему-то ответ не приходит. На это могут быть разные причины, и причин неотвеченных молитв ни одна и ни две. Но одна из них, которую мы можем вполне вывести из этого стиха, она очень проста. Порою Бог не исполняет наши желания по той причине, что Господь не является источником нашего утешения. Порой мы можем искать утешения в исполнении наших желаний, нежели в том, кто эти желания силен исполнить. И нужно быть очень честным, чтобы в самом себе эту грань увидеть. Был такой известный учитель, проповедник по фамилии Тозер, и он когда-то сказал одну интересную мысль. Бог не против дать успех тому, кому этот успех для счастья не нужен. Говоря по-другому, когда исполнение наших желаний, наших мечтаний становится для нас источником счастья, радости, мы сами этим самым блокируем их исполнение. Но когда Бог видит, что наше желание для нас не важнее Его самого, что для нас утешение – это прежде всего Сам Он, а не Его исполнение наших желаний, тогда Он и желание наше может исполнить. Как важно не относиться к Богу, как к магазину. Мне что-то надо – иду. Мне этого хочется – я иду. А если Он мне этого не дает – пойду в другой магазин. Нельзя так к Богу относиться. Утешайся Господу, и Он исполнит желание сердца твоего. Давайте посмотрим повыше. Как я сказал, этот стих является частью определенного текста. Я не буду, конечно же, читать полностью. Вы можете прочитать 36-й псалом полностью. Сделайте это внимательно, от сердца будете иметь благословение. Но хочу расширить некоторую, так сказать, информационную платформу для понимания этого стиха. Это псалом Давида. И Давид его написал, когда был уже в возрасте. Мы можем это знать, исходя из самого текста этого псалма. Давид в этом псалме говорит, «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Давид написал этот псалом, когда уже был стар, когда был в возрасте. Человек, который в возрасте, который имеет большой опыт жизни и при этом имеет страх Господень в сердце своем, он многому может научить, он может много хороших полезных советов дать. И поэтому так полезно молодежи не пренебрегать общением с богобоязненными старцами. Это может от многих ошибок уберечь и принести обильные благословения в жизни. Как важно, чтобы эта связь поколений не терялась. У Давида был страх Господень, он любил Слово Божье, и у него был опыт. И, возможно, через призму своего опыта, любви к Богу, любви к Слову Божьему и под вдохновением Святого Духа, он написал этот псалом. Это не псалом восхваления. Его можно отнести к так называемой категории псалмов мудрости, где мудрые изречения, мудрые наставления. Давид что-то видел. И что же он говорит? Давайте прочитаем всего лишь первые три стиха и еще раз четвертый. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». С чего начинается? Что, может быть, задает тон всему этому псалму? «Не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие». Екклесиаст когда-то сказал, «Нет ничего нового под солнцем». И действительно, как в древности, так и сейчас нечестивые, беззаконные люди имеют успех. Они процветают, они живут благополучно, в то время, как многие праведники терпят бедствия и лишения. И в это время, когда такое происходит, для праведников есть соблазн начать завидовать, ревновать этим людям. А этого делать не надо. Почему? А потому что они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Радость лицемера мгновенна. Счастье нечестивых людей мимолетно. Сегодня есть, завтра нет. В Советском Союзе был такой интересный случай, когда один человек в лотерею выиграл автомобиль. И это не было как-то подставлено. Это в самом деле произошло. И когда это произошло, об этом человеке говорили, какой счастливый человек. Потом этот человек на этом автомобиле разбился. И об этом же человеке говорили, какой несчастный человек. Все может быть так мимолетно, так быстро. Не случайно Соломон говорит, не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои, потому что оно сделает себе крылья и улетит. Люди говорят, это недвижимость. А Слово Божие говорит, сделает себе крылья и улетит. Счастье нечестивых людей может быть очень коротковременным. Но даже если оно длится до их смерти, как в истории про богача и Лазаря, то что такое 50, 60, 70, пусть даже 100 лет благополучия по сравнению с вечным мучением в геене огненной, то, что будет ожидать тех людей, которые не примирились с Богом, не признали себя грешными, не покаялись. Они как трава, скоро будут подкошены и как зеленеющий злак увянут. А что же дальше? Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Делай то, что можешь, храни истину, делай добро. И вот дальше сказано, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Слово «утешайся» на языке оригинала, древнееврейском языке, на котором Давид изначально это сочинил под вдохновением Святого Духа, это интересное слово. И это нечто глубже, чем просто «утешайся» в нашем современном смысле. Это слово, его еще можно перевести как «наслаждаться». И именно это слово использовано в 11 стихе этого же псалма, где написано «окроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». И 4 стих можно по-другому перевести «наслаждайся Господу». Сделай Господа источником своего наслаждения, своего восторга. Почему кто-то может завидовать успеху нечестивых людей? Потому что эти нечестивые люди наслаждаются, они имеют временное греховное наслаждение. И Писание этого не скрывает, что у людей нечестивых, у них есть наслаждение, но оно временное и оно греховное. И люди, которые сильно хотят земных наслаждений, они и могут завидовать и ревновать успеху таковых людей. Но для детей Божьих есть альтернатива, есть другой путь. Наслаждайся Господом. Не ищи временного греховного наслаждения. Нечему завидовать. Эти люди сегодня наслаждаются, завтра будут мучиться. А ты наслаждайся Господом. Его словом, жизнью для Него, следованием за Ним, Его вечными обетованиями и предвкушением вечного наслаждения, которое ожидает. Наслаждайся Господом. И что-то удивительное произойдет. И Он исполнит желание сердца твоего. Я вспоминаю, был такой давно у меня простой, но интересный опыт, когда я часто приходил в одну молодую семью, мой друг женился, и у них родился ребенок, и я иногда помогал немножко за этим ребенком ухаживать. И однажды эта молодая мама попросила меня немножко посидеть с этим ребенком, ей нужно было отлучиться на какое-то время. Я взял ребенка на руки, и в принципе все было нормально, ребенок уже по-своему меня узнавал, потому что я там не раз был. Но я заметил одну интересную деталь. Пока мама была где-то в квартире, ребенок ее не видел, но она была где-то в другой комнате или на кухне, все было спокойно. Потом я услышал, как дверь хлопнула, или просто звук двери, и мама куда-то вышла. Я увидел, как поменялось состояние ребенка. Мне это очень запомнилось. появилась тревожность в ребенке. Он не видел маму, когда она была в другой части квартиры, но ему было спокойно. Когда мама вышла за дверь, ребенок по-прежнему ее не видел, но он почувствовал, что что-то поменялось. И, наверное, те из вас, кто родители, особенно матери, очень хорошо понимают, о чем я говорю, я думаю, этому ребенку так мало нужно было для спокойствия. Да, у него были, конечно, свои базовые, естественные потребности, но этому малому ребенку. Ему не нужно было модная одежда, ему не нужно было очень современный смартфон или еще какой-нибудь гаджет, ему много чего не нужно было, но для него нужно было, чтобы мама рядом была, чтобы мама рядом была, и тогда спокойно. К сожалению, когда дети становятся старше, то порой уже это не так важно. Уже не так важно, чтобы мама была рядом, а кто-то даже доходит до того, что стыдится своих родителей. И более уже ценным становятся подарки. Вот когда родители что-то подарят, что-то купят, ценнее становятся подарки, чем отношения. Но когда мы взрослеем, становимся взрослыми и очень взрослыми, то порой потом может приходить осознание, что все-таки отношения дороже подарков. Какая вам польза от подарков, когда человек, который подарил, ушел с этой земли? Этот подарок вам только может быть болезненным напоминанием о нем. Отношения важнее. И вот нечто подобное может иметь место в наших отношениях с Небесным Отцом. Может иметь такое место, что для нас важнее Его подарки. А может быть такое, и должно быть такое, что для нас важнее отношения с Ним, хождение с Ним, угождение Ему, жизнь для Него, когда мы утешаемся Им. Вот чтобы Он был рядом со мной. Вот это вот важно. А мне благо приближаться к Богу, как когда-то пел Асав. И вот если для человека именно Господь, именно Иисус Христос, Его Слово, Его учение, следование за Ним становится источником наслаждения, источником радости, источником утешения, такой человек по-настоящему счастлив. Но он не просто по-настоящему счастлив, а он может начать наблюдать, что в его жизни начинают появляться интересные сюрпризы. Вдруг и его желания сердца начинают исполняться, даже, может быть, те, о которых он забыл, потому что он научился утешаться Господом. Утешайся Господом, и он исполнит желания сердца твоего. Те желания, которые не противоречат Его Слову, Его воле, Его планам для твоей жизни. Когда-то давно был такой у меня тяжелый период, очень эмоциональный, были определенные события в моей жизни, пожалуй, один из самых, может быть, таких тяжелых, душевно для меня периодов. Я был уже христианином, мне было очень тяжело на душе в связи с определенными обстоятельствами. И это был очень редкий случай, когда у меня не было особого желания читать Библию. Я благодарю Бога за то, что Он вложил в мое сердце любовь к Его Слову. Я люблю Его Слово. Но на тот момент мне было так тяжело, что у меня не было влечения к Писанию. Но я понимал, что это надо. Я себя заставил это сделать. Как когда-то Сергей Сергеевич Хомич говорил, что, может быть, тогда, когда тебе не хочется читать Библию, она тебе больше всего нужна. И я заставил себя это делать. Я помню, я открыл, может быть, даже просто случайно, концовку Евангелия от Луки, 23 главу, я стал ее читать, заставляя себя. Потом перешел в 24, потом переключился на Деяние, потому что тоже Лука написал. И я просто читал Писание. И просто читая Писание, вдруг внутри меня что-то стало происходить. Тяжесть стала от сердца уходить. Обстоятельства не поменялись, но в моей душе начали происходить изменения. Слово Божье стало для меня поддержкой. Слово Божье обладает большой утешающей силой, когда мы открываем для Него сердце, когда мы готовы даже заставить себя. Иногда для того, чтобы большой камень сдвинуть с горы, нужно приложить большое усилие, но когда его приложишь, он потом дальше может сам покатиться. Итак, давайте посмотрим еще раз на этот простой стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Здесь есть ободрение. «Утешайся Господом». Что бы ни происходило в твоей жизни, если ты знаешь Господа, у тебя всегда есть рядом с тобой источник утешения. В этом стихе есть обетование. Если ты Господа сделаешь источником своего утешения, своей радости, Он исполнит и желание сердца твоего. И этот стих Он может объяснять, частично объяснять, почему некоторые желания Господь исполняет, а некоторые нет. Почему у кого-то это происходит, а у кого-то нет. Когда-то Иисус сказал в чем-то похожие слова Евангелия Теана, 15 глава, 7 стих. Он сказал, «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Опять же, духовная предпосылка и исполнение желаний. Прибудь во Христе, пусть Его Слово прибудет в тебе, и тогда, чего не пожелаешь, проси и будет. Но стоит заметить, тот, кто на самом деле пребывает во Христе, и тот, в ком пребывает Слово Христово, то и желания такого человека будут сформированы под влиянием Христа, под влиянием Его Слова. И, по сути, Господь вложит свои желания в твое сердце, они станут твоими желаниями, и с удовольствием Бог исполнит, и в этом имя Его прославится. Пусть Господь поможет нам утешаться Господом и видеть, как в нашей жизни Он во славу Свою исполняет желания наши. Слава Ему во веки. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Аминь.